Всем доброго дня, друзья! Я еще нахожусь в магазине Миноц такой у нас он, как сказать, продуктовый и строительный. Да, только что мы были в городе, я заезжала, забегала в магазин людей. Представляете, нету сгущенки. Уже четвертый раз туда захожу и нету. И по дороге вот решила глянуть в этом магазине. Здесь я никогда ее как бы не искала, не видела и не думала, что она есть. Но, наверное, так она и есть, что ее здесь нету. Я беру сырую сгущенку, она дешевле и ее варю сама в мультиварке, в скороварке, как сказать. Очень удобно. Ну так, здесь кофе очень хорошо и очень вкусно и быстро. 45 минут, если хотите, чтобы она была более такая, как и риска, можно 40 минут, 35, кто как желает. Но, видите, нету к риску. Жир вот этот хороший для печенья, такого всякого. Нет, только какао. Это у нас есть. Ну, наверное, возьму какао, пускай будет. Вот это тоже оно хорошее. Это назло. Пускай будет маленькое. Сгущеночки нет. Волмарк есть, но уже мы его проехали. Только супчики, баночки, закрутки. Нет. Нет. Тоже лима, да? Ага. Нету сгущеночки. Хоть так засниму, потому что не хотят. Не хотят сниматься и все. Едем домой, нету. Тут орешки только. Я здесь была. В этом ряду. Ух ты! Всем доброго дня! Вы на канале Сельчанки в Америке. У нас ветер появился, не было. Сегодня у нас 20 апреля. Воскресенье. Я, друзья, озвучиваю 20 апреля, но я не знаю, когда это видео не выйдет 20 апреля, оно будет попозже. Потому что, ну, так получается. Пока смонтируешь, пока запишешь, и оно, дни то идут. Так что, извиняйте. Я знаю, что, может быть, во вторник, и мне пишут, а у нас 20 апреля было уже два дня назад. То я сразу говорю, чтобы вы знали. Так, вот. А я, это я несу сковородки чугунные новые у меня. В гараже там были. Несу их в беседку. Сейчас мы сегодня будем жарить свежину, которую я нашла в морозилке. Как хорошо, когда можно что-то найти. Когда думаешь, что уже нету, а оно есть. Денечек у нас очень-очень теплый. Но ветерок на вечер появился. Это у нас сейчас время где-то 4 часа дня. Ну, да, 4.20. Гена уже растопил камин. Ой, пушиночка. Ой, пушиночка. Испугался сковороды, как попер. Или то гном. Пушик. Пушик наш поправится, что не узнать уже. Гена кочегарит. Ну, не кочегарит, а просто разжигает, чтобы не было ничего такого. Ну, будем мы сегодня и здесь жарить свежину, Ген, и картошечку. Что, уже горит? Я пришел, оно горит? Да. Смотри, Ген, какие сковородяки есть, видишь? Ну, ну. Классные. Ну, мне так понравилось. А, здесь будет больше этого, тепла держаться. Они чугунные, это специальные такие. Тут тепло хватает. Ну, та прогорит, Ген, та в доме нужна. Да. Да, она очень тоненькая. А эти такие специальные. Ты против, да? Как здесь тепло? На улице тепло, тут здесь прям жарко. Моя вся открытая? Да, окна, все. Все, все. Угу. Ну, потому что тут тепло. Да, уже не подкидай. Я думаю, уже можно ставить, нести мясо, картошку, да, и жарить. Все. Эти стульчики скоро рассыпятся. Ну, вот такие классненькие они, да? Класснюченькие. Какой-то тут появился ветер сильный. Будем жарить, и пила стоит. Ну, ничего. Пока еще так. И живем, и строим сразу еще, да? Всякое понемножку. Вот зимой будет капитально, будет морозяк, классный. Да. А то где будет классный? Можно спокойно просидевать вечеринку. Угу. Пошетели кайфы такого, чтобы... Ну, закажи на TikTok. Посмотри-то. 20 октября геном в футболке. И все так пишут, ям кругом так, пишут в футболках, да, да, пишут в футболке на следующий день куртки. Да, да, уже... Уже не так. Это вот серое, это уже нету листьев. Идем брать мясо, картошку. Что-то я захотела картошку ломтиками просто, не на терку, никакую. Как когда-то, знаете, такими брусочками, такими длинненькими. Да. И в нас какое красивое дерево. Не только в лесу, вот у нас возле нашего дома. Наша доченька приехала с работы, она сегодня работала. Так получилось. Не буду снимать сейчас, скажет мама, не снимайте. Поняли, да? Только украдкой, где-то, если чуток кого-то получится. Да, там картошечка и мясо. А олейка не надо, там салоген. Я сейчас приду, буду жарить. Снизу там. Окей, сейчас я возьму соль, я и олейку, и приду. Перец возьми красный. Я не знаю, есть. Окей. Все, и больше, я думаю, не подкидай. Ну, уже все. Оно на этом жарится, все, там жар. Еще пускай изменится. И вот, где она положила сало, и оно здесь будет жариться. Вот уже там дымит. Да, уже горячая сковородка. Конечно, горячая. То на ту тоже ложи. Чтобы слегка и трошки, знаешь? Да, потому что будет гореть. Очень будет жарко. Друзья, это столько перья у нас во дворе. Это просто куры линяют. Их много. И вот ветер, где здесь меньше ветра, он сюда их заносит. Просто, кажется, кто-то кого-то разодрал, не дай бог. То по целому двору, вот там есть перья. Тут, а в этом месте, то именно очень много. Сварила еще одну кастрюлю большую, им этого, картошки. Ну, ну, девчата, парень возле вас, как мне стыдно. Это за Петю, наверное, так бьются. А что ж, молодой такой. Да вот два есть, берите. Куда? Кто разрешал? Кастрюлю хочешь? То насыпала. Ай, в Катрусе забрала ведро с едой тоже. Отходы всякие насобирались там. То они это очень любят. Ой-ой-ой, как любят. И немножко занесла им яблочек. Витаминки, те, что отец мой привез. Ну, там яблок 10, может быть, я занесла. То, может быть, еще он поедет. Потому что там можно их, друзья, брать. Вот этот сарай можешь завалить теми яблоками. Ну, нужно собирать их, срывать там, знаете, то если у него будет время, я говорю, что курочкам на зиму я всегда каждый раз так утром или вечером иду и маленькую корзинку им в сарай приношу. И они так едят, так их клюют зимой. Что? Так что яблочки нам не помешают. Даже если они такие невкусные, несладкие, ну, для курочек оно пойдет. И уже на вечер я им пшеницу сыпать не буду. Сыпала утром, а вечером уже не буду. Там есть вот картошка и вот в санках есть. Рексик ждет, Ванда ждет. Ну, ждите. На прогулочку пойдем обязательно. Обязательно, но попозже. Так, да, мы там ресторанов, и здесь. Быстренько. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, купальный сезон открыт еще у нас тоже. Это целый день были они внутри двора. Это на вечер вышли, я выпустила. Потому что как-то выйдут сюда и сразу начинают скучать туда. Я так заметила. Ну, это уже на ночь моются частюльки. Такие частюльки у нас. Красавицы наши, белоснежные. А тут вторые красавицы. Павлиночка со своим семейством, да? Со своими детишками. Смотрите, я так близко хожу, они не боятся. Настолько они нас знают, доверяют, привыкли. Так, моя тень мешает. Ох, мои хорошие. Такие большущие уже, такие красивущие. Да, павлинчики? Вот этот, что сидит, уже хвост свисает. Кто там тебя обидел? Уже очень красивый. Не знаю, друзья, не знаю, кто будет. Девочки, мальчики, не знаем. Четвертый вот там. И, говорил же мой отец, здесь тоже водички налила, все свежее есть. Говорит, ну, а на следующий год, даст Бог, будем жить, все будет нормально. Павлинка опять сядет на яйца, опять приведет. И что? То, даже не знаю, друзья, вот четыре есть, слава Богу. Уже этих шесть, то придется, ну, если это будет, будут, то надо будет писать объявление, потому что я же не заведу их столько, как курят, сто, двести штук, да? Мамулька, стоит там. Иду жарить. Иду жарить мясо, там уже, может, Гена, и пожарила. Короче, я уже все покормила, курочек его поела, только яйца позабирать не было. Ой, Ген, какие запахи! Ты ж, как пахнет! Ты шо? Давай, что жарится, нормально? Да, жарится, но сейчас жарко. Да, тебе жарко. Так, и сюда можно ставить? Да, да, она железная. Давай я буду. Так, то я уже все выкидаю, да? Да. Все нормально. Да, да, оно молоденькое, чтобы не пересушить. Видишь, эти сковородки, Данилен, чугунные. Я тебе скажу классно, вот ты можешь ставить себе сюда, да? Не надо несет. Да, оно здесь, просто здесь может жариться, Натальше. Угу. Ирина такая. Да, а вот это надо открывать, и сюда оно будет исчезкануть, наверное. у меня, у меня с ко... Все. Все, вставлю. Угу. Угу. Уху. Что-то смотри горячее. Угу. Это еще чугун. Так сбоку там и вставлен. Раз. Вот так. Закромная. Да, вот так. Я так знаешь, жару, чтобы ровняться такой поэт. И все, обычно не надо. Да, слишком классная печечка. Пошел я. Это зазара нам жарко, потому что тепло. Наташа, возьми это. Угу. Я уже скидаю. Скидай. А ты пристал, все, и став еду то сразу и накидай. А ты пристал зимой. Да. А ты пристал зимой. Смокотень. А у нас еще пучок потом пожарим. Вот мы идти в последних сковородках всыпем в лук. Потому что я не люблю картошки с луком. Я тоже так. Я тоже так само. Как и ты. Но мне это надо здесь, чтобы были две таких сковородки большие. Это маленькая она. Да. Наборчик я не знаю, не помню где купила. Короче, я буду видеть, если где-то буду видеть такую большую чугунную. Да. Вот такая надо глубокая, как вот та. Вот это классно. Ага. Окей. Да. Таких сковород не натягай. Не надо. Просто, чтобы она была такая, знаешь. Угу. Вот сквознячок. Двери у нас открытые. Тут открытые. Там открытые. Окно открытое. Вон. Ничего, слава Богу, не дымит. Все хорошо. Если взять еще столько, как когда ты тогда, то. Вот. Все, все, да. Отлично. Даже можешь, если хочешь прикрыть, ты быстрее, наверное, будешь. Да, потому что еще картошку жарят. Да, да, да. Можешь так. Прикрывай. И эту штуку так кверху. Вот эту. Еще кверху. Так быстро. Больше. Вот так, все. Поняла? Все умею. Все. Так, и что? Тут можно какой-то такой столик, чтобы что-то поставить. Вот эти рукавички ложить. Чтобы на диванчик не ложить. Да. Да. Вот смотрите, какую я поставил здесь. Штуковину, да. Штуковину. Труба такая, да. Она. Вот у меня еще два куска есть. Вот такие. Я думаю, что вы, у кого есть камины, печки. Вот такая. Это хорошо идет даже в перегородке, чтобы не было пожара. Оно не греется. А вот такие простые люди уже в самом доме стоят, чтобы тепло от них и шло. То я поставил здесь. И ее все замазал такой штукой. И еще шапочку надо будет сделать. Кастрюлю у Наташи спер. Ничего. Эль, а ты что с парами там между этими охрами дождичь и спахнет вчера, да? Нет. Это я думала, что да. Не показалось. Только бляху. Только бляху. Может уже наочек? Пусть еще чуть-чуть. Ака первая тоже. Да, она. Думаешь? Ну, можешь проверять. Пользуйся. Классно, классно. И как раз четко знаешь. Да, чтобы не было сухое. И оно здесь как раз на печи у тебя стоит. Тепленькое. Угу. Ну, когда заходишь, я только что курочку сормила. Можно упасть от запаха, да? Да, да. Так, пахнет. У-у-у-у. Вставай. Сюда сразу вставай. Ты так уже сюда вставил? Да, да, да. Потому что там будет горячо его. У-у-у, смотри. Как раз по разу перевернула еще, да? О, стрелянина такая. А может это что чугун стреляет так? Ну, главное не прилипает. Да? Да, так нормально. Эти сковородки, они будут здесь уже. Окей. Все, супер. Так, уже я буду чипать сейчас лицо. Это последнее уже, да? Ага, ну давай. А персика не взяла? Нету. Перчик еще можно, помидорку можно тоже крышануть, знаешь? Угу. Да. Все. И можно фольгу такую кинуть и поставить. А наверх? Да? Да. Не надо? Угу. 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 Умала малача. Ну, это фирменные сычаговые рукавицы. Ну, это фирменные сычаговые, которые оборвись. Вот смотрите, друзья, чугунная сковородка горячущая. Вот мои рукавички, видите? Я беру. Ничего не двинет, не печет. Не-не. Да. Так что, я туда вставляю такую специальную штуку с против горячего. Ну, конечно, сейчас мысли не ошибеем. Хотя сочется. Не знаю, друзья, что-то так переживается. Ну. Что? Что переживается? Ну, я в воскресенье, в воскресенье. Ох. Само собой как-то. Не хочешь, смотрим? А, слух. Да. Ну, и желаешь. Ну, все, дорога, Даня, нет, а? Ну. Вот это что, дорога? Мы уже там были два раза. Да. Ездили. Это путь такой. Не останавливаясь надо ехать. Это минимум 10 часов, не останавливаясь. Вот так по 11 где-то. Ага. Можешь прикрывать так само, Наташа. Сначала ту, потом эту. Раз. Вот так. Все. Умею, да? Да. Можно еще двери, вот эти. Открывай. короче. Там сетка-то будет хорошая. Я думаю, тогда будем поросянка покупать. Я не хочу ее здесь разбирать. Да? Нет, нет, нет. Я не хочу пачкать ее. Я не хочу пачкать ее. Я не хочу пачкать ее. Если будет в жире, в кролище. Нет. Нет. Мы будем брать 4 поросенка. Каждый сразу разделал на части. Да. На части и сразу забрал. Все. И дома каждый раз. Мы так всегда делали, когда у нас, когда мы сели в квартире, так само, у фермера прям. Прям у фермера там. Хочешь подвешивать за ноги, хочешь на какие-то доски там ложили. И частями быстро. Раз. Два. Четыре бедра. Да. Кидаем. Потому что, я думала, может быть, жарить. Ну, здесь вот так жарить. Но разве что пожарить и поесть. Но затем, не знаю, сало нарезать. Я все равно его буду внести в морозилу. Сто процентов. То я не хочу здесь разбирать мясо. И пачкать. Это зона для отдыха, для того, чтобы посидеть. А то тут, знаешь, сколько мух будет, если будет тепло. И мухи, и там и жир копнёт, и кровь копнёт. Будешь нести. Не разрешаю. Всё. Да. Решено, да? Ну, дай Бог, чтобы... Я думаю, будет погодка ещё. Будет погодка. Мухи даже ещё есть. Володько хочет, чтобы я ему скоптил с ольца. А. Сразу, сразу. Через домашнего. С домашнего этого. Говорит, сразу я отрежу. Ага. И то я его замочу, и всё. Оно трое суток должно быть в рассоле. А потом ему скопчу. Кто видел видео, кто смотрит, вот такое копчёное дело. Но оно просто шикарное. Какое оно вкусное, друзья. Вот это с магазина, оно в подмётке не годится. Всё, ворочай. Ты рукавицы наделал? Ну, они горячие. Ну, нормально, да? Да. Уже остывает. Да. Не знаю, может картошка не пожарится. Не-не-не. Пожарится. Конечно. Всё пожаривается. 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 Пожаривается дома в сковородке, чтобы я рукой не могу болеть. Да, помешай. Тут ты видишь его, всё классно. Угу. Угу. И, конечно же, друзья, это вам не дома на сковороде пожарить на плите. А тут совсем другой даже вкус будет его. На дровах. Потому что оно на дровах, в дыму. Да. Придает вкус. Вкус придает. Я думаю всё. Ну, ты же смотри сама. Всё, выкидай, значит. Давай сюда. Квучок, он уже мягкий, золотистый. Не надо его полить. Эти кабанцы, которые мы покупаем, друзья, они молоденькие. Им пять-шесть месяцев. Зачем ждать два года, что уже можно в школу отправлять. Всё. Туда его. Аккуратно. Аккуратненько. Угу. Что-то я захотела вот такой кулышни с брусочками. Помнишь? Всегда так делали. Ну-ну. Такой я захотела картошечку. А сейчас мы на всякую черку эту трем. Так, думаю достаточно, да? А это на ту маленькую. А, это можно вот так брать. Смотри, я поверю. Вот так берёшь. И вот так ставишь. Всё. Всё. Туда его. Вот так. Мне нравится этот звук, когда сюда так вставляешь. Это уже готово. Вот такое хозяйки. Так. Это можно закрыть. Так. Здесь набер. я должна вот это прокрутить вот так. О, ещё чуть-чуть. Всё. Так, придержи сковородку. Я думаю, что всё. Прикидайте. Готово. Потому что она уже... Тут температура чугун. Пропарилась. Так. А, как запахло. Видишь, это немножко подгорело уже цыбунка. На страху. А мы спрячем вот так. Давай картошку. Давай картошку. А это накрою фольгой, Наташа. Чтоб вот это. Да, чтобы тёплая была. Скажи. Тут фольга. Есть, я знаю. Возьми. Поставлю. Я поставлю этот глаз. Так. Волро,Because щас. Размачиваем. Оно. Вовремя мы успели закричь всё, да? Я знаю, что сейчас, друзья, вам оно запахнет через экран. Очень даже запахнет. Все, вуаля. И вот тут она стоит себе. Красота. Сначала ту дырку, потом эту и вот так. Все. То, что надо. Пускай немножко поджарится, потом я добавлю соли. Главное, что сквозняк сразу. Мерима, можно хоть. Вот она нагретая, а так классно. И ничего не задувает, знаешь, не дымит ничего, все классно. То бывает двери открытые, все, уже не тянет плита. А так нормально. Нормуль. Это чья кофта? Не знаю. Это чья кофта? А ну, молодежь, отзовитесь, чья кофта? Да. После завидового день рождения. Уже оно не такое горячее, знаешь? Да. Уже не дошлое на горячее. Слепочки опять можно полить. Второй день можно поливать. Так, ну, пока что жарим. А тоски-ка! А тоски-ка! еще в общем классно штука зимой чтоб зимой друзья не полить мангал то самое то же самое сразу и тепло а то на улице стоишь холодно туда-сюда а так может где-то там подымет ну и что проблема чуть-чуть пригорел оставит это же природа правильно это же не дома на кухне так что на природе это позволительно будем друзья сковородка ничего никто не будет шикарные миски огурчики домашние хрустяшки вкусняшки картошка у нас жареная очень давно была это все время на ужин я все запекала в духовку печеную картошку а сегодня захотелось жарим подними подними поднеси поближе покажи вкусняшки мне еще на инстаграм вот это моя картошка вот эта сухая это мое немножко пригорело так как на природе ничего как должно быть да да огурчики сирчанки на друзья всем приятного аппетита а это аджика а это аджика друзья она получилась такая редковатая но она такая вкусная я ее просто пью так такая классная с мясом салом обалденная мы писали многие что что я блендером взбивала помидоры черри и малюсенькие потому что не было больших а теми годами я всегда большие помидоры и я на мясу это захотелось быстрее и вкусно главное что тебе вкусно и все бомбезно все все дави где я жених наш на машине да такая картошечка давид ты шо ну так тут мы прям же тут жарили все садись сынок картошечка прям можно сказать на огне давид все уже уже остывает но для я говорю зимой это просто будет шикарно вот чем чемаешь топить мангала да вот там греть стоять мерзнуть так здесь сразу и тепло и сразу варишь есть и у нас там еще внизу осталось может птичка прилетит еще весной я же птенца и и спас в этом году да так что вот так и здесь можно жарить тоже классная штука кепку надо сделать и хватает его не надо его друзья тащить вверх куда-то там зачем нас кепку чтобы дождь туда не падал еще а так норму ли нормуль грунтовку надо купить и покрыть этот пол грунтовкой чтоб она не пылилась а специальная грунтовка для бетона есть и все так что пойду есть есть мы друзья поужинали пришла мироська она не хотела но посидела с нами и с нами и уснула на диванчике она с работой мы гирлянды включили там сейчас пойдем собаками с геной нужно картошку выходить о ветерок нужно кофту одеть мироська пускай поспит на природе потом заберем я двери закрыла чтобы никто не мешал ей знаете как хорошо дымок все такое вечерок вечерок ой неудобно несу банку огурцы и рука трясется трясется и